В рамках реализации губернаторской программы здравоохранения Подмосковья во врачебной амбулатории села Чулки-Соколова выполнен капитальный ремонт. Заменены системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, всей сантехники, оконные блоки и дверные проемы. Выполнены электромонтажные, отделочные работы и установлена пожарная сигнализация. Ну и, конечно же, обновлена мебель. Основными направлениями деятельности врачебной амбулатории села Чулки-Соколова является осуществление приема пациентов как в амбулатории, так и на дому, детей в детском дошкольном учреждении, первичной врачебно-медицинской санитарной помощи по различным профилям, осуществление лечебно-профилактических мероприятий в виде плановой и неотложной медицинской помощи, проведение диспансеризации взрослого и детского населения, иммунопрофилактика. Это не последнее помещение в этом году, которое мы будем открывать. У нас есть взять, то по губернаторской программе еще очень много денежных средств губернаторы выделили для нашего округа на этот год. Мы приступаем в этом году к ремонту еще одной амбулатории, это 40 лет октября. Мы должны полностью отремонтировать еще три в этом году, три ФАПа, это Новоселки, это Печерники и Зименки. То есть еще нас впереди ждут такие радостные события. И, конечно же, в этом году мы должны приступить. Это очень большой ремонт, он очень большой не только по объему, но и по денежным средствам. Это основной корпус нашего ЦРБ, там, где у нас место койки, где лежат наши больные. Это все практически шесть этажей. Там практически тоже останутся только одни стены, все остальное будет заменено, это будет и фасад, и внутри все. Так что большие денежные средства губернатору вкладывает в здравоохранение, это не считая новых машин, нового всего того оборудования, которое идет для нашего городского округа. У нас за последние пять лет вообще очень большие перемены в нашем здравоохранении. Всем хочу пожелать крепкого здоровья. А мы находимся в том месте, где именно должно оно быть. Всем хорошего весеннего настроения. До весны у нас осталось практически чуть-чуть, но уже это мы ее чувствуем в воздухе. Ну, большое-большое всем спасибо, что нашли сегодня время прийти с нами разделить этот праздник. Для нас это праздник. Каждое здание новое, каждый новый ремонт, будь то детский сад, будь то школа, будь то оболонтория, все, что делается, мы сами этому радуемся и пытаемся сделать так, чтобы это было радостно и вам. У нас не просто ремонты бывают. Именно то, что пожелание, вы приходите и говорите, что и подсказываете, как нам лучше сделать. Именно то, что неоднократно нам говорили, обращались, и сегодня мы открываем нашу амбулаторию после капитального ремонта. Хочу сказать большое спасибо коллегам, которые постоянно ходили вместе с нами, контролировали, подсказывали, как лучше сделать, чтобы дальше работать в хороших, достойных условиях. Хочу сказать огромные слова благодарности нашему министру Алексею Ивановичу Сапанюку и первому заместелю представителя правительства Стрегунковичу Анатольеву и Андрею Юрьевичу Воробьеву. То, что оказывает большое и смотрит внимание на сельскую медицину, потому что мы видим, что сельская медицина развивается, у нас ремонтируются амбулатории, ремонтируются ФАПы и доставляется, поставляется большое количество оборудования только в наш главный корпус и поликлинику детско-взрослую и стоматологию, но и в наши сельские населенные пункты, в наши ФАПы. Поэтому всех поздравляю с открытием нашего врачебного амбулатория, желаем крепкого здоровья, не болеть, ну и приходить только за профилактическим осмотром. Всем спасибо. Обновленная врачебная амбулатория открыта! Огромное спасибо за такой подарок! Мы от всей души поздравляем всех с этим важным событием! Очень, очень. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Большое спасибо и губернатору, и рабочим, и главе нашему спасибо, врачу Макарову спасибо, всем спасибо.